всем привет low staff на связи сегодня я хотел с вами поговорить о фуллтап винтовых подвесках многие люди ошибочно думают что то техник с которой имеет две регулировки это уже фуллтап назвать его фуллтапом можно с очень большой натяжкой настоящая фуллтап подвеска имеет всегда регулировку высоты которая вкручивается и выкручивается башмак имеет регулировку преднатяга под пружиной регулировку сжатия отбоя амортизатора и очень часто имеет развальные пластины для регулировки развала для того чтобы было понятно все-таки кардинальные отличия я взял две одинаковые подвески на одну и ту же машину на бмв е93 сейчас мы быстренько все распакуем и сравним в чем же отличие между передними стойками задними стойками что же вообще такое fulltap и стоит ли за него переплачивать приступим непосредственно к обзору в левой части стола fulltap подвеска катерейсинг правая джом blue line стоимость катерейсинг с развальными опорами порядка 50 тысяч рублей джом стоит порядка двадцати двух тысяч рублей пожалуй начнем обзор со сравнения задних чашек регулировочных обе они ставятся в рычаг катерейсинг дает такую вот замечательную резиночку под кладушечку визуально если сравнить то катерейсинг имеет регулировку примерно один сантиметр больше точно также стоит уделить внимание тому что алюминиевые части анодированы соответственно они не будут прикисать и портится со временем у джома идет просто алюминий без какого-либо покрытия единственно сам стакан оцинкованный но я считаю что катерейсинга в данном случае более коррозийная защита получше что касается задних пружин то мы видим что конфигурация у них примерно одинаково джом будет немножко выше примерно на один сантиметр и помним что задние регулировочные гайки катерейсинг на один сантиметр больше то есть поднять их можно примерно до одной высоты опустить катерейсинг можно будет немножко ниже толщина прутка у них 15 14 пружины катерейсинг будут немножко жестче напоминаю что на катерейсинге есть маркировка 250 длина 11 килограмм жесткость на джоме есть просто маркировка без каких-либо килограммов продолжим с задними амортизаторами чем же все-таки отличается задний амортизатор fulltap от обычного бюджетного заднего амортизатора первое это тем что есть регулировочный стакан можно крутить высоту независимо от регулировок остальных то есть выкрутили вкрутили законтрагайли есть пыльник отбойник и есть регулировочка на 36 щелчков для регулировки отбоя сжатия амортизатора такая шайбочка джома этого к сожалению нет то есть джом идет без всяких регулировок без регулировки длины амортизатора без регулировки жесткости ну и перейдем к основной части это сравнение передних стоек в левой руке у меня катерейсинг вправо джомблю лайн я думаю что разница сразу видна даже не вооруженным взглядом что катерейсинг конечно выигрывает по регулировкам у него есть регулировка высоты непосредственно можете вкрутить или выкрутить амортизатор из стакана соответственно законтрагайд вы можете регулировать преднатяг пружины либо ослабив его разгрузить пружину либо подтянув наверх загрузить пружину частности также есть регулировка развала на этой на этой стойке потому что были заказаны развальные опоры в комплекте также есть 36 положений регулировки жесткости отбоя амортизатора ну и в конце хотелось бы подвести итог что же все-таки такое full tap винтовая подвеска чем она отличается от бюджетной и стоит ли за нее переплачивать напомню что full tap подвеска имеет минимум три независимые друг от друга регулировки это регулировка высоты вы можете вкрутить или выкрутить амортизатор из сапога тем самым поменять положение автомобиля можете загрузить или разгрузить пружину гайками под пружиной а также можете отрегулировать жесткость сжатия отбоя амортизатора либо плавно либо щелчками в зависимости от производителя также этот комплект имеет развальные опоры вы можете отрегулировать развал передней оси бюджетная винтовая подвеска в данном случае имеет только одну регулировку под пружиной по сути дела это регулировка преднатяга но распускаю в максимальный вниз пружину также изменится положение автомобиля но в самом нижнем положении бюджетные винтовые подвески зачастую дают эффект качки на волнах потому что она слишком мягкая становится и пружина уже не включена в работу напомню что цена к ты рейсинг примерно 50 тысяч с развальными опорами джомблю лайн стоит порядка 22 тысяч а вот переплачивать или нет пусть каждый сам решит для себя спасибо что смотрели до новых встреч пока